Вала двадцать первая, стих первый, пятый, шестой и седьмой. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жажда и дам дара от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет для Сына. Эти слова записаны в последней книге, это Откровение. Это очень интересная книга. И если бы мы взяли только, знаете, из Библии вот это место одно, то это неиссякаемый источник для размышления каждого из нас. Здесь заложен в этих словах великий смысл. И мы даже своим ограниченным умом человеческим не можем постичь глубины мысли, которые сокрыты в этих словах. Все новое. Бог никогда не возвращается. И по сути дела, по сути дела, человек, творение Божье, созданный по образу и подобию Божьим, он в своей жизни тоже эти принципы применяет в своей жизни. Ведь по сути дела, если нам сказать, что мы вернемся к свечке, к лучине, то мы вряд ли согласимся на это. Потому что есть нечто лучшее. Мы подходим, включаем включатель и свет. Поэтому человек тоже творит все новое. Мы приезжаем на шикарных машинах. А ведь было время, когда ехали на верблюдах, на ослах. И пешком проделывали большие расстояния. А сейчас нам это трудно. Я помню, в Алмата, для того, чтобы до собрания, полтора часа нужно ехать на автобусе. Да не на одном, а на двух, на трех. В давке. И люди ехали. И с радостью ехали в воскресенье. Два раза. Утром и вечером. А сейчас проехать час на машине. Ой, это как далеко. Это такой труд. Видите, меняется время, меняется положение вещей в мире. И сказал сидящий на престоле, все творят все новое. Библия, она отражает всю историю человечества. Ну, она отражает только основные веки показаны. Вот знаете, мы жили в горной местности, были горы. Нам приходилось, ну, на какую-то гору. И когда смотришь, в основном смотришь по вершинам. А ведь между вершинами такие плодородные равнины, сады, поселки. А их как бы мы не замечаем. А мы замечаем вот именно по вершинам, судим о той местности. Так и Библия. Она обозначила определенные ориентиры, веки. Но она не отразила. Ведь прошли, тут по сути дела, если посчитать, ну, сколько там уявлено считаете. По пальцам можно пересчитать. А ведь по сути дела...